Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 9 апреля, график у нас все напряженнее, работы все больше, но сейчас будем все равно обсуждать наши комментарии, вопросы и ответы, потому что сейчас самые такие темы, которые нам нужны в режиме реального времени. Вот я сегодня выложила видео, что можно посеять в апреле и когда, это примерные такие сроки, и потом сегодня же про формирование томатов, это тоже важно, то, что я считаю важным, я выкладываю сейчас, даже иногда заранее. Так, ну вот Залифа пишет, Ольга такая естественная, не надо оправдываться, кому надо услышать суть. Но это про то, что прочитала комментарий, что у меня не слишком ухоженный огород, но я его не на выставку, у меня не ВДНХ, мне главное получить хороший урожай, у меня все заточено только на получение урожая. Так, да, Галина Фокина пишет, да, голова кругом идет в апреле, но вот я сказала, что сейчас мне надо и в теплицу высаживать томаты на продажу, и буду в апреле свои высаживать для раннего урожая, и в тоннели, и посевы, вот эта вся зеленушка. Вот Людмила пишет, про то, как я показала, что я сделала заранее дырочки, вот люди интересные, если им этот метод не подходит, они считают, ну как некоторые, прям честно пишут, бред тут, пишет она, чем глубже посадишь томаты, тем мощнее будет корневая, а что это за оптимизация? Ну я ей написала, я сейчас в словах расскажу, что пишу, Людмила, а вы не подумали, что у нас в апреле глубже-то высаживать нельзя, на глубине еще очень холодно, туда сантиметров 15-20 залезешь рукой-то, а иногда втыкаешься вообще в лед. Как я могу садить в апреле в глубину томаты, это я их на полное умерзание, на смерть, на замерзание их обреку. Вы о чем говорите, все-таки у нас сибирский регион, и у нас в апреле внизу очень холодно, корневая сразу застудится, и он сразу, ну короче, будет чахнуть. Это же для раннего урожая, я все объяснила, что я вот эту полоску сделала для раннего урожая, тут именно будут детерминатные, низкорослые, штамповые, они в глубину все равно туда не полезут, а мы не надо в глубину. А оптимизация, пишут, что это за оптимизация, а оптимизация у каждого своя, кому как удобно. Мне вот так удобно, когда у меня дырочки заранее, и тут еще один мужчина посоветовал вообще туда воды налить, будет нагреваться, прогреваться в этой баночке вода, и вот эта лунка-то прикорневая, она будет, земля прогреваться. Я подумала, да, это действительно так. Я-то думала без воды, что туда просто горячий воздух поступает, и банка сама нагревается, и луночка прогревается, а ниже нам высаживать никак нельзя. Я видела, даже одна женщина показывала видео, что она в это время, в апреле, наоборот, высаживает вот так, лежа, чтобы корни туда в глубину не уходили. Людмила, вы о чем? Мы, наоборот, стараемся сохранить их от нижнего вот этого слоя ледяного, а вы хотите, чтобы я их туда закопала и ушла. Нет, мы так делать не будем, нам нельзя, у нас холодный регион. Вот Светлана Харламова пишет опять про ящики. У ящиков отверстия есть или какой-то дренаж на дне? У ящиков отверстия есть. Отверстия дренажные на ящиках должны быть обязательно. Если кто-то говорит, что они не обязательно, просто полив контролируйте. Но мы опять эту тему обсуждаем, что дырки не только для того, чтобы для тока лишней влаги, но и для того, чтобы воздух туда проходил, корнем тоже нужно дышать, им нужен кислород. И если без дырочек, там будет хуже, чем с дырочками. Но я не буду спорить, может быть, кто-то любит без дырочек выращивать. Некоторые говорят, дырки не делаем для того, чтобы вода не стекала и чтобы на подоконнике было чисто. Но так можно дожить до того, чтобы на подоконнике было чисто, вообще не будем туда ставить ящики с рассадой или вообще не будем землю домой заносить. Так нельзя, но если мы выращиваем рассаду, надо делать как им удобнее. Вот им нужны эти дырки, нужен и отток лишней жидкости, и поступление воздуха, значит дырочки мы там делаем. Ну вот Мария Кокорина, вот спасибо, я написала, что вот про эту, что не могу в друзья-то никого принять, а люди некоторые обижаются, что я не принимаю. Вот тут написала, мне посоветовала, как в статусе, там есть, оказывается, кнопка подписаться, они могут узнавать, но спасибо, я это сделаю, что вы мне посоветовали. Так, Елена Корсун пишет, посмотрите, будут ли помидорки, но это я посмотрю потом, сейчас мы, конечно, все вместе. И вот тут очень странный комментарий, опять от мужчины, по-моему, Шукран Шамсадов пишет. Вот, Ольга, интересно, зачем выложили видео, если вы не можете снизойти и ответить на вопросы, которые вам задают. Даже подписаться нет желания. Но я пишу, что я на все вопросы отвечаю в спецвыпусках, ответы на вопросы, сейчас вообще почти ежедневно стала отвечать. Ну а подписываться или нет, это ваше личное дело. Если честно, я подписки не подсчитываю, потому что мне совершенно некогда, я ничего этого не считаю, у меня все идет самотеком. Но если вы не подписались, я, скорее всего, даже и не замечу. Конечно, я хочу, чтобы люди подписывались на мой канал, но я никогда никого не зову. Мне главное, не сколько подписчиков, а главное, чтобы все люди, которые подписаны на мой канал, которые заходят ко мне, чтобы были мои единомышленники, чтобы мы были с ними на одной волне, чтобы любили растения, чтобы понимали друг друга с полуслова, чтобы не было вот этих матов, оскорблений. Опять сегодня удалила один комментарий мужчина. Прям матом. Вали с Ютуба и матерок. Я понимаю, что много несчастных, обездоленных, с комплексом неполноценности. Может быть, им завидно, что женщина чем-то там еще занимается, кроме того, что варит борщ. Ну, это ваши проблемы, я не знаю. Читать такие комментарии с утра как прочитала. Ну, тут же удалила, чтобы не расстраиваться, потому что я уже говорю, такой комментарий прочитаешь, потом я боюсь к растениям прикоснуться, потому что боюсь, что у меня рассада подохнет после таких комментариев, вот после этого негатива. Все равно на человека же что-то прилепляется с этих сообщений. Теперь буду стараться сразу убирать, даже чтобы не видеть и не слышать. Работаю с растениями, работаю с рассадой. Должна быть светлая душа, чистая, радостная, хорошее настроение. Никогда в плохом настроении не работаю. А тут так и хотят, чтобы я это, как сказать, ручки у меня, чтобы опустились, и чтобы я вообще ничего не делала. Ну, наверное, так не получится. Вот пишет тоже, это про одноклассники, но я про одноклассники не буду читать, мы все разобрались уже с этим. Ольга Макашова пишет, вот про первые подкормки. Удобрять рассаду надо после предварительного полива, это обязательно. Я вот как раз это и говорила в видео. Я не знаю, может быть, вы решили еще раз уточнить про это, Оль, или вы не досмотрели до конца, но именно это я и сказала, что только по влажной земле, никогда не сухие, и только или утром, или вечером, не в солнечную погоду. Ну вот, Татьяна тоже пишет, что вы такие комментарии не читайте, не портите себе настроение, чтобы больше не писали гадости, удаляйте. Ну, я тоже так подумала, будем удалять, значит. И вот Наталья Старцева спрашивает, вот интересный такой вопрос, я ей уже ответила, бывает ли у вас в капустном кочене дождевые червячки и земля, обнаруживаешь, когда солишь. Ну, не только когда солишь, а когда вообще на салат вот режешь, у меня и в ранней капусте, и во всей, да. И я раньше, у меня тоже бывает, я раньше не понимала, почему у нас магазинная всегда такая чистая, вот нетронутая. Она не объедена никакими насекомыми, у нас же иногда бывает, сорвешь там и гусеница где-то погрызла лист, а там никого нет, вот чистейшая, и внутри никого нет. А у меня иногда внутри, посмотришь, и слизень может внутри обнаружиться, и червячок. Ну, потом я вот с одним агрономом, который производит капусту, побеседовала, они при выращивании в больших объемах очень, ну, идет такая жесткая обработка, и вот я пишу, что насекомые, потом вот эти вредители, за несколько километров это поле оползают стороной, чтобы, не дай бог, не попасть на эту капусту и на эту вот отраву обработки. И никто на эту капусту потом не покушается. Она у них чистенькая, хорошенькая, ну, кроме человека. Люди-то все равно, им все равно обработано или нет, мы все съедим. Так, это опять про одноклассников. Так, можно создать новую страничку. А, ну вот Екатерина пишет, цветочки огород, что про отсутствие мощенных дорожек в теплице, как признак неаккуратности, рассмешили. Это в прошлом году мне одна, то ли она с Германией, или откуда-то дама написала, что у вас вот нет мощенных дорожек в теплице, это признак неаккуратности человека. Как вы заходите, вы же обувь можете испачкать. Мне это было так интересно, у них, наверное, совсем другие огороды, они не представляют, как мы тут испачкаемся, не только обувь, а сами с ног до головы. Вот Екатерина пишет, а комментариев про отсутствие маникюра во время земельных работ не было. Некоторые действительно не понимают, что работа на земле это не прогулка в лабутенах по ковровым дорожкам при макияже. Кстати, вот про маникюр я вот ей пишу, что это ежегодные традиционные комментарии. И про грязные руки, которые в земле, и про неухоженные ногти. Одна дама вот в прошлом году так подробно расписала, как она смотрела во время обеда моё видео, а потом увидела мои вот эти руки, такие неухоженные, с чёрными вот этими ногтями, и её чуть не вырвала. Она прямо мне написала этого во все услышание. Но я сначала, конечно, пыталась объяснять, что это невозможно, что я редко в перчатках работаю, мне нужно чувствовать вот эту рассаду, чувствовать землю, а потом не стала объяснять. Я поняла, что просто мы живём на разных планетах, и вот та дама, у которой огород должен обязательно быть замощён, закатан там в асфальт и в бетон, должны быть все дорожки, вот эти вот тротуары. А у нас, например, в огороде нет ни асфальта, ни бетонных дорожек вообще. Нынче хотела одну дорожку положить, не знаю, положу или нет. Я босиком бегаю всё лето по огороду, мне приятнее ходить по земле. Я уже в прошлом году писала, что это такая подзарядка хорошая, но ходить по асфальту, я могу вон выйти в городе походить, я не хочу, так что, я не знаю, я, наверное, дорожек у меня так и не будет, пусть меня там неаккуратно считают. Никогда у нас, вот на соседские огороды, я потом весной специально вам покажу, в ту сторону посмотрим и в другую, ни у кого вообще нет ни бетонных дорожек, никаких ни асфальтовых, ничто у нас не закатано, не покрыто, у нас просто чистая земля. И в теплицах, у нас, правда, теплиц мало, вот у меня у одной, потом только через два дома, у нас даже теплиц редкость, не то, что дорожки какие-то мощёные, о чём вы говорите, у нас регион такой не очень богатый, и тротуарные дорожки в огород ложить, это считается, как, не знаю, это только кто кичит со своим богатством, тот выкладывает бетонные дорожки в огороде. У нас муж один раз говорит, у нас бухгалтерша хочет тротуарную плитку в огород положить, жиру бесится, никогда не забуду это выражение, у нас считается вот так, да, если бетонная дорожка, вот эта тротуарная плитка в огород ложишь, значит, ты с жиру бесишься, потому что есть другие нужды, у нас есть куда деньги девать. Ну, вот Экатерина пишет, я тоже не люблю перчатки, одеваю только, когда меня ожидают колючие сорняки. Хоть живём в разных регионах, интересный совет, пока готовлю обед, слушаю. Так. Ну, а вот про это, что только звёздам разрешают больше пяти тысяч. Так. Ну, это Ольга Мистякова пишет, что была в друзьях, потом вы попросили меня удалиться временно. Да, у меня был такой период, что нужно было рассылать квитанции, я тех, кто был в друзьях, я просила удалитесь на время, потом я вас снова возьму, а снова взять уже не получилось. Но я зайду завтра в Одноклассники, я постараюсь вас снова в друзья разместить, там несколько ещё осталось единиц, не знаю, что с этими друзьями. Но тут раз говорят, что можно и не в друзьях все материалы получать, буду объяснять людям, как. Вот Светлана Воронина пишет, вот мне сегодня не повезло, да, сейчас уже начались у нас первые потери, первые неудачи, она пишет, вот мне сегодня не повезло, и так была рассада не очень, только начала набирать силу, меня посетил чужой кот, а у меня собака побежала, как ураган, такой здоровый, и хана моей рассады, и гадёныш улёгся на мой лук, и я так тряслась над своими нитками, надо попрогив бывать распикировать, но сейчас со мной внук, и времени нет. Вы не представляете, что было в 6 утра, а я с больной спиной, всё в земле. Вот я пишу Светлану, это заговор точно, сначала кот, потом собака, внук, никто не даёт работать нормально, но я, конечно, шучу, надеюсь, удастся сохранить что-то, но бывают такие ситуации, у меня вот несколько лет назад упал вообще полностью стеллаж с четырьмя этими, ну как полками, и на каждой полке по 5-6 лотков, ну так получилось, задели, кто-то задел, за что-то зацепилось, потянули, как упало, представьте, какое это было, стоишь, всё с землёй перемешано, вот эти зелёные растения, мне муж такой, ну что, выбирай, будешь распеки, ну как снова рассаживать, а у меня даже нет, я говорю, нет, не хочу, сгребай всё, выноси, я лучше новое насею, хорошо, что они были маленькие, бывают такие трагедии, особенно, когда у меня один раз была трагедия, замёрзла полностью теплица, где более ста уже кустов высажено, но это было у нас в июне, у нас вот в сибирском регионе, может быть, в июне заморозок, было минус 7, и всё готовое, заменять было уже нечем, всё замёрзло. Вот пишет, здравствуйте, Ольга, скажите, чем подкормила, вот когда не выбрасываете вытянувшуюся рассаду, я подкормила вот этим, про что я всегда говорю, вот это чёрное гуминовое удобрение, где и азот, и фосфор, и калий, которое безопасно, я его просто развожу с водой, но они разных марок, есть там и агрикола какая-то, и ещё, кемира люкс, что ли, ну в любом садовом магазине стоят вот эти полторашки с чёрной, вот с этой водой, это самое такое, более-менее удобрение, которым, ну которое не надо разводить, растворять, колпачок раз, там сколько на литр, на два развёл, и поливаешь, потому что вот эти, которые гранулированные удобрения, они сложнее, которые вот эти, гранулы, порошки, их же надо там отвешивать, надо растворять, завтра вот буду я делать подкормку, я сегодня рассортировала растения на молодую рассаду, которую я никогда не делаю подкормку, и на взрослую, вот взрослая, которая уже 60 дней, там приближается к этому, буду завтра подкармливать, и буду вам показывать, как я развожу удобрения, как я поливаю, меня уже сколько раз говорили, что вы только рассказываете, а не показываете, как поливаю, вот завтра всё покажу. Рамзия пишет, не отвлекайтесь на этих мужиков безумных, хорошо, но вот у нас есть не только безумные, есть наши помощники, вот Евгений Кичаев, например, пишет, Оля, вы большой практик, труженица, не обращайте внимания на критиканов, нытиков, ну, да, уже мне сегодня многие об этом сказали, Наталья Баженова пишет, я про томаты могу часами слушать, говорить, люблю томаты в любом виде, дали авторские рецепты варенья из помидор, жду урожая, вот будем, будем это, варенье варить из помидор нынче, так, Маслакова Валентина пишет, спасибо, вы молодец, могу слушать вас бесконечно, Галина Савелова, здравствуйте, Оля, хочу написать несколько слов к рубрике ответа на вопросы по поводу противных комментариев, когда женщины пишут такие гадости неприятные, а когда мужчины лезут с такими грубыми словами, ну это всем ясно, вот я всегда говорю, у меня вот такое мнение, я вот Галине отвечаю, что за мужчин особо обидно, что такие вот отдельные экземпляры, они бросают тень на все мужское общество, я не против, когда человек, например, не согласен со мной, по огородным темам, пишет комментарии, вот против каких-то методов выращивания, одни пишут, что нельзя так густо, это загущено, так нельзя, я согласна, можно подискутировать на эту тему, кто-то останется при своем мнении, кто-то решит попробовать и так, и так, я всегда говорю, что мое мнение не единственное, наверное, все по-разному выращивают, но когда обсуждает, заходит мужчина тембры моего голоса, это абсурд, но он ведь знает, что другим голосом я не заговорю, значит просто иди ищи, вот канал с другой тональностью, ну вообще я вот внутри, я думаю, что это похоже на психическое какое-то расстройство, потому что сейчас весна, они все активизировались, ну такое писать это вообще, так Виктория Кнежева пишет, хорошо, что объяснили ситуацию, это вот что я не принимаю в друзья, потому что да, некоторые в растерянности, почему я приглашаю, но не принимаю, так вот Елена Пекалова пишет, скажите, рассада бледная худенькая, подскажите, как подкормить, вот смотрите, если у вас хиленькая, бледненькая, это по всем признакам, недостаток азота, то есть, когда я говорю, что никогда не кормите азотом, что возможно будет жирование, то вам, как я думаю, жирование не грозит, значит вам нужно сделать подкормку, азотосодержащую, некоторые просто, делают очень просто, подкармливают карбамидом, карбамид это мочевина, в народе называют, это однокомпонентная, то есть там только азот, берете чайную ложечку, вот этого мочевины, карбамида, я показывала вам его, разводите в 5-6 литрах, но обычно классический рецепт, это столовая ложка на ведро воды, но ведро воды вам же не надо, обычно я на 5-литровое развожу, вот чайную ложку без верха, чтобы без фанатизма, польете, если вы хотите сразу, вот я говорила, когда только по-моему вчера или позавчера, можно комплексом, вот нитрофоска например, берете столовую ложку нитрофоски, на 10 литров воды, или чайную ложку на 5 литров, там есть и азот, и фосфор, и калий, но раз вам нужен, у вас разбилетненькая, хиленькая, вам нужно повышенное содержание азота, то можете для начала просто, вот азотосодержащим, или можете вот любое, вот сейчас только что говорила, вот эти черные удобрения гуминовые, там тоже есть азот, есть фосфор, можно такое, но азот чаще всего восполняют именно вот этим карбамидом, мочевиной, всегда еще, бабушка моя, еще в то время даже он уже был, когда я была еще не так, не взрослой, всегда говорили, ой, что-то совсем хилое, надо мочевинкой, мочевинкой подкормить, я если честно, когда маленькая была, я думала, что это как, ну, навоз это, как сказать, кал животного, а мочевина, это моча, думала, разводят и поливают, но еще не понимала, вот мочевина, это карбамид, это азотосодержащий удобрение, главное его, не разводить выше нормы, указанной на пачке, и поливать только по влажному грунту, в сухой нельзя, могут быть ожоги, так, это вот про одноклассников, так, 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 вот про салат, Марина Купченко, очень ценная информация, так как салат не садила раньше, и не знаю, как надо, салат очень удобно садить строчно, вдоль всего, вдоль каких-то, вот у меня заваленки на теплицах, вдоль теплицы, вдоль дорожек, его потом, вы быстро его скушаете, вы освободите потом это место, он месяц, полтора, его потом не будет, он же потом состарится, главное, вот эта молодая, и вкуснее всего, он, когда вот эта микрозелень, до 10, до 15 сантиметров, когда он не вымахал еще, в 30-40, а именно самая-самая молодая, и горчить он начинает, только когда взрослеет, вот многие пишут, что салат горчит, мы его не любим, не употребляем, надо его съедать, пока он маленький, пока он листики нежненькие, вот такие вот, никакой горечи в них нет, потом, он когда вырастает, и когда делается именно вот товарного такого вида, вот когда уже его можно, вот как в магазине продают, огромные такие, он уже не такой вкусный, так, вот пишут опять про эти, у вас есть видео рецепты, заготовки, про которые сказали в масле, но вот это запеченные томаты, по-провански, я не могла сейчас найти, найду потом, я ссылку сюда сброшу, вот к этому видео, ответы на вопросы 8 апреля, и вот еще, еще просят его, мне очень понравилось, вот последнюю банку доела, буду в этом году делать много, еще одну страничку, Балду Шедакова пишет, дай бог вам здоровья и терпения, не пойму, людей ходят с ложкой дегтя, я уже представила, когда читала этот комментарий, я представила, идет человек, несет ложечку дегтя, снимайте для нас, хоть и давно садим огород, но всегда с удовольствием смотрим ваши ролики, например, я узнала свои ошибки, что-то отпускала при подготовке почвы, кстати, очень много людей, которые пишут, у меня огородный стаж 30 лет, у меня огородный стаж 40 лет, это даже не зависит от того, знаем мы все это или не знаем, иногда людям достаточно, ну как, не хватает больше общения между собой, чем вот этих вот, конечно, все знают, вот кто давно высаживал, знают, как пикировать, знают, как, во-первых, удобно посмотреть, как делают другие, и сравнить, и, конечно, и хочется и в огород, в чужой посмотреть, мне вот, например, я признаюсь, сразу высадим, когда весной, мне очень охота посмотреть, я подхожу через забор, и у соседки смотрю, что у нее уже выросло, а что еще не выросло, и сравниваю со своими посадками, это же очень занимательно, интересно, это не значит, что где-то там я в щелочку посмотрю, а сравнивать свои посадки, это очень интересно, и вот люди не столько идут за знаниями, насколько, да, за общением, когда я показываю, например, обзор рассады, ну, казалось бы, ну, что смотреть на чужую рассаду, но очень много просмотров, потому что именно интересно посмотреть, не отстает ли моя рассада, там, так ли она выглядит, или не так, или что-то не в порядке, это очень интересно, хорошо, что сейчас вот этот интернет, одна зрительница вообще написала, у меня, говорит, даже огорода нет, а я просто мне пообщаться, я включаю, слушаю, общаюсь, сижу одна дома, скучно, и такие люди есть, ну, и что, что огорода нет, она просто следит за новостями, слушает, о чем мы разговариваем, вот пишет Александра, мне очень нравится ваш голос, ваша манера общения, это вот все про того мужчину, который сказал, что не буду повторять это слово, нехорошее, какой у меня голос, так, вот пишет Наталья Чернявская, Оля, если по два корня в лунку, через какое расстояние между кустами, если между кустами в лунке, смотрите, Наташ, некоторые высаживают, вообще почти вместе, вот у кого, например, на шпалере, так как у меня между ними, еще должен быть колышек, я же выращиваю в коловой культуре, то я всегда 10-15 сантиметров, оставляю, потому что вместе я не могу, но я видела много людей, многие пишут, что если закручивать им, например, ну как на эту, на веревку, которую крутят, им это расстояние не обязательно, но и опять же, смотря какие сорта, это вот про простые я говорю, а про петрушу, если вы видели, в видеообзор, вот в прошлом году, между петрушами я оставляю большое расстояние, потому что они лохматые, они кустистые, они вот так вот, как пальмы, начинают разрастаться, 10-15 им мало, они начинают друг друга выдавливать, там я уже делаю лунку протолговатую, и прям расстояние делаю 25 между ними сантиметров, опять же, посредине вставляю кол, и подвязываю колы, чтобы они не падали, не заваливались, потому что они все облепятся вот этими плодами, если их не привязать, они будут обламываться, это зависит от сорта, про какое вы спросили, я не знаю, я вот сказала, что простые я делаю прям 10-15, чтобы кол ставить, а вот эти лохматухи, которые вот, петруша, огородник, потом сибирская тройка, сильно разлохмачивается тоже, вот именно много у которого листвы, которые такая вот, они как деревья прям стоят, так, Валентина Папина, спасибо, что ответили на мой вопрос, тоже за органику, где-то подсмотрела, про перо из старых подушек, тоже добавляют в лунку, как вы к этому относитесь? Валя, я снимала даже специально по этому поводу видео, потому что у меня уже на протяжении нескольких лет спрашивают, закапываю ли я перо в лунке, нет, я не закапываю, есть видео, как называется, ну, как-то, нужно ли закапывать, или закапываю ли я, я вот прям буквально месяца два назад, но я не закапываю, я объясняла почему, потому что у меня просто его нет, никаких у нас отходов, животного производства, ни старых подушек нет, если кто закапывает, говорят, что помогает, но я и без закапывания, все растет, если и так все растет, ну, зачем себе я и буду лишние хлопоты, добывать где-то это, перо закапывать, потом оно будет разлетаться по огороду, я не закапываю, но если кому-то нравится, пусть закапывают, я не против, ну, пишет, даю бесплатный совет, никаких бесплатных консультаций, пусть все дуют на ютуб, создаете вторую страницу и платных советов, подзаработаете, меньше халящика будет, ну, я уже ответила, что советы за деньги, это не для меня, конечно, я хочу рассказывать все бесплатно, я не хочу за деньги, но для продажи семян можно отдельную страницу сделать, но я думаю, что продажей семян я тоже не буду заниматься бесконечно, с возрастом уже, это сложно, это тяжелый очень труд, для того, чтобы организовать продажу семян, надо их сначала все вырастить, сначала рассады, несколько тысяч, потом несколько тысяч кустов отпосынковать, полить, и потом уже выковырять с них семена, может быть, еще лет 5-10, и все, закруглюсь, а советы я могу давать и дальше за деньги, потом уже можно и сидя и лежа давать советы, можно еще 30 лет давать советы, это уже будет такой ветеран-огородник в лежачем положении, но говорить пока еще могу, советы буду давать, так, я, наверное, буду закругляться, ветеран-огородник, потому что уже 27 минут, так, еще вот хотела ответить, потому что это невозможно, вот это пожелание, Мария пишет, когда вы ссылаетесь на чей-то совет, называйте этого человека по имени и фамилии, либо ник, ну вот про полезный совет, про это, это более уважительно, а то получается, что совет запомнили, а вас и воспользовались, а имя нет, это не претензия, боже упаси, просьба, Мария, давайте я вам объясню, почему я не называю фамилии и имя, смотрите, он может человек в этом году написать, у меня где-то там запомнится вот эта идея, я могу в этом году не применить, могу применить на будущий год, например, если у меня все засажено, или через два года, ну вы представляете, что я никогда не запомню ни фамилию, ни имя, тем более это же не одно, один вот это посоветовал, я раз намотала на ос, другой это, я вся сижу вот в этих советах, в таких, в заколах, в зарубочках, на полочках у меня все лежит, совет запомнить проще, а фамилию и имя, я во-первых могу не запомнить столько, это столько информации держать в голове сложно, а во-вторых, я могу не дай бог перепутать, тогда будет еще хуже, это будет уже не только неуважительно, но и вообще, припишу этот совет какому-нибудь другому человеку, или перевру, нет, я эту просьбу вашу, конечно, я не смогу удовлетворить, потому что советов много, какие-то они мне не нужны, какие-то я применяю, но запомнить, конечно, невозможно, вы представляете, сколько приходит вот таких комментариев, и иногда, вот хорошо у вас хоть написано, салют Мария, а вот до этого было вот, да, не по-русски, ну как я запомню, вы что, бабушка 60-летия, на пороге 60-летия, я такие ники никогда не запомню, извините, это мне не под силом, я могу запомнить, как делать что-то в огороде, но ник я не запомню никогда, все, до свидания, желаю всем, вот сейчас самая такая ответственная пора, желаю, чтобы кошки и собаки не... что все... Продолжение следует...